Здравствуйте! На телеканале ТОН-ТВ программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гуралье. И поговорим мы сегодня об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Поможет нам разобраться в том, собственно, а почему уходит Джонсон? Что такое произошло? И с этим вопросом я обращаюсь к нашему коллеге-журналисту Юрию Григорскому. Который глядит на все это из Лондона. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Александр, добрый вечер. Ну, как из Лондона видится? Как видится отсюда, мы с вами отдельно поговорим, потому что никто ничего не понимает. А что же произошло все-таки? Что произошло, почему Джонсон решил уйти? Он не столько решил уйти, сколько решили его уйти, его же коллеги. Вы, наверное, помните историю, как был убит Гай Цезарь. Он был вызван на заседание парламента, и там все же его близкие сенаторы всадили ему нож в спину, по-моему, 23 ранения, и точно так же поступили с Борисом Джонсоном. Британская политика… А кому он успел сказать «И ты брут»? А «И ты брут» он, очевидно, сказал назначенному министру финансов за ави, которого он назначил министром за 24 часа до этого. Так что здесь все классически разворачивается, абсолютно классически. За что ушел Борис Джонсон? По меркам большинства людей в нашей аудитории это, возможно, какие-то незначительные промашки и даже не преступления, а просто оговорки. У Бориса Джонсона были трудности с разграничением между правдой и неправдой. И когда ему надо было принимать какие-то решения, он часто отмахивался от них в неправильную сторону. Последним поводом, повлекшим за собой его отставку, был сексуальный скандал с довольно высокопоставленным сотрудником в консервативной партии, господином Пинчером. Как мне вот так поосторожнее выражаться здесь, господин Пинчер, шельмец, имел обыкновение, приняв бокал другой на грудь, щипать мужиков за задницу. Впрочем, не только за задницу. Но только мужиков, да? Только мужиков. И когда к Борису Джонсону приходили и говорили, простите, ну что ж ты в самом деле, ну посмотри, что происходит. Он говорит, да ладно, пинчер by name, пинчер by nature, что означает щипок по фамилии, щипок по натуре. Ну щипает, ну что можно сделать. Когда этот скандал скрылся, Борис сказал, я ничего не знал об этом, мне ничего об этом не говорили. Никогда. Для меня это откровение. То есть он покрывал его. Это было последней каплей. И тогда уже взбеленился весь народ внутри правительства и сказал, ну что ты покрываешь, мы должны просто защищать вещи, которые невозможно защищать. Ты просто лжешь. Он лгал по отношению к тому, проводились на Downing Street 10 эти партии, вечеринки во время ковида, во время локдауна, когда выпивали. На самом деле они после работы собирались и поднимали бокал другой. Назвать это пьянкой, скажем так, по-российски и даже по-израильским меркам невозможно. Ну выпивали чуть-чуть, но это был локдаун. И для страны это было страшно, потому что люди не могли попрощаться со своими близкими, которые умирали, которых хоронили без присутствия близких. Отменяли свадьбы, отменялись дни рождения, отменялись собрания близких и друзей, которые не видели друг друга месяцами, иногда годами. А эти собирались себе спокойно на Downing Street 10, поднимали бокал другой вместе в компании, что было запрещено самим же Борисом Джонсоном и расходились по домам. И потом, он говорил, ничего этого не было, ничего не видел. И когда показывали фотографии, ой, простите, я забыл. Юрий, но ведь, насколько мы понимаем, вот как раз за это прегрешение, значит, его пытались сместить. Это было, если не ошибаюсь, где-то с месяца с небольшим назад. И все закончилось хорошо для него, по крайней мере, в тот момент. Последнее предупреждение. Он был на последнем предупреждении со стороны партии. Консервативная партия – это такой механизм, который в тот момент, когда она чувствует угрозу для себя, она расправляется со своим лидером в одночасье. Точно так же расправились с Маргарет Тэтчер. Лидер, который не приносит голоса, а из-за которого партия теряет голоса, становится обузой. И в тот момент, когда этот лидер становится обузой, партия расправляется с ним, с Гаем Юлием Цезарем. Нож в спину, уходи. Скажите, на ваш взгляд, что из себя представлял Борис Джонсон как премьер-министр? Каково его место в истории? Мы знаем, что британцы любят все расставлять по полочкам. Они, так сказать, у них все лидеры, я не знаю, с 11 или 12 века, все расставлены по полочкам. О каждом есть характеристика, о каждом известно, хороший он, плохой, чем он хороший, чем он плохой. Так вот, свежий Борис Джонсон. Чем он хорош, чем он плох? Вы знаете, он займет довольно заметное место в истории. Он дал Великобритании Брекзит. Плохо ли это или хорошо? Но даже его противники или противники Брекзита говорят, что никто, кроме Бориса Джонсона, не смог бы дать стране Брекзит. Он убедил и Евросоюз, и британцев, что надо расставаться, и так надо расстаться именно сейчас. Он дал стране 80 голосов преимущества консерваторов в парламенте в тех районах, где раньше консерваторы никогда не побеждали. Это были чисто либористские округа, которые всегда традиционно голосовали за либористов. Это в основном бедные округа. Он дал людям, живущим там, надежду, что он принесет им благосостояние. Он не смог этого сделать. Не смог этого сделать и по объективным, и по субъективным причинам. Потому что ему надо было, кроме последствий Брекзита, ему надо было совладать с ковидом. Это были тяжелейшие экономические последствия. Мы ощущаем их до сих пор и будем ощущать еще довольно долго. Это, конечно же, были последствия международного экономического кризиса, вызванного в определенной степени российской агрессией в Украине. Это были же последствия, конечно, роста цен на энергоносители. И Борису Джонсону приходилось во многом работать в тех обстоятельствах, которые ему задавали извне, а не внутренние обстоятельства. Так что в этом отношении трудно сказать, какое место займет он. Он действительно займет очень важное место в истории, но будет ли это место со знаком плюс или минус. Мы сейчас сегодня на второй день после того, как он ушел в отставку, мы не можем определить. Но это место будет очень-очень заметным в истории Великобритании. Вы говорите, он ушел в отставку, но он какое-то время будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра, пока не выберут нового. Как это работает в Британии? Сегодня, когда мы с вами разговариваем, он еще премьер-министр, он исполняющий обязанности премьер-министра правительства переходного периода. В идеале он хотел бы остаться до осени, до октября, потому что в октябре по установившимся правилам, правилам консервативной партии, только в октябре должны начаться перевыборы лидера. Это будет в ходе партийной конференции, и только тогда этот партийный лидер, вновь избранный, станет премьер-министром Великобритании. Однако в истории с Борисом Джонсоном маловероятно, что партия даст ему продержаться до осени, до октября, по той простой причине, что уже сейчас, уже сегодня говорят, что мы должны сместить его в ближайшие недели, если не дни. И должен быть назначен новый премьер-министр, премьер-министр переходного периода из рядов консервативной партии, из рядов министров, которые в настоящее время занимают свои посты, чтобы таким образом как бы успокоить страну и сказать, партией руководит новый лидер, временный лидер, до октября, когда будет избран новый премьер-министр. Юрий, а что ждать мировому сообществу, такой, извините за такой штамп, после ухода Бориса Джонсона? Конечно, всех интересует прежде всего внешняя политика Великобритании. Мы знаем, что Борис Джонсон оказывал большую помощь не только на словах Украине, и оказывал поддержку, он один из первых приехал туда. Изменится ли политика Великобритании относительно Украины? Ну и не только Украины, а нас интересует, конечно, и Ближний Восток тоже. Вы сказали, что он был одним из первых, кто приехал в Украину. Фактически Бориса Джонсона можно считать лидером западного движения поддержки Украины, потому что Борис Джонсон именно тот лидер, который, скажем так, внутри страны убедил многих, если не большинство, если не всех британцев, в том, что линия обороны Великобритании сегодня проходит где-то под Хересоном, Харьковом или Бучей. То есть в этом отношении Великобритания сегодня целиком и полностью поддерживает Украину и ее борьбу за территориальную целостность. Придет новый лидер, кто бы ни пришел на место Бориса Джонсона, мое ощущение сводится к тому, что политика останется неизменной, а если придет нынешний министр иностранных дел Ли Страс или нынешний министр обороны Бен Уоллес, то они, по-моему, еще жестче подходят к вопросу об Украине. Ли Страс – это одна из тех, которая придерживается лозунга «Крым не ваш». И поэтому эти лидеры, конечно, будут еще жестче, чем Борис Джонсон, преследовать идею полной поддержки Украины и полного отпора российской агрессии. Если придут другие лидеры, очевидно, это будет та же политика Бориса Джонсона. Причем, давайте скажем так, если сегодня консервативная партия уходит со сцены и приходит нынешняя оппозиция, лейбористская партия, а в отношении Украины вопрос остается неизменным. Лейбористы придерживаются абсолютно той же линии, что и консерваторы. В отношении Ближнего Востока в лице Бориса Джонсона Израиль потерял большого друга, по-настоящему большого друга. Он, кстати, какое-то время работал в Кибуцев как волонтер. Но там многие британские политики побывали в Израиле и работали волонтерами, так что здесь нет ничего необычного. В отношении Европы, скажем так, вчера в Европе, по-моему, открывали бутылки с шампанским и с восторгом воспринимали уход Бориса Джонсона. И когда корреспондент BBC, кстати, она спросила у высокопоставленного сотрудника Евросоюза, «Ну как, сегодня вы пьете шампанское?» Он сухо ответил, «В Евросоюзе нет проблемы с алкоголем, а в отличие от других стран». Имелось в виду, что на днях Борис Джонсон признал, что у британских политиков есть определенная склонность к зеленому змею. Так что в отношении Европы линия, очевидно, должна будет смягчиться. Должна будет смягчиться, потому что должен будет найден компромисс с Евросоюзом. Борис Джонсон перегибал палку в отношении с Евросоюзом. То соглашение, которое было достигнуто о разделе имущества, скажем так, или о проведении невидимых границ между Евросоюзом и Великобританией, Борис Джонсон гнул это соглашение в ту или другую сторону, как хотел. Это вызывало ужас и изумление в среде чиновников Евросоюза. Характерно то, что вчера мне звонили, скажем так, мои друзья из России в ужасе. Что вы сделали с Борисом? Мои друзья из Америки звонили. За что? Мои друзья из Израиля звонили. Почему вы сошли с ума? За пределами Великобритании трудно понять, чем Борис Джонсон разозлил британцев. Ну вот беда, что выпьет лишнего мужчина. Но внутри Великобритании многие вздохнули с облегчением. И фунт Стерлинга сразу подскочил. Да, ну фунт Стерлинга подскочил, это, конечно, оптимистично. Я еще хотел вдогонку, так сказать, задать вопрос. Что вы думаете о проекте Бориса Джонсона, который теперь непонятно состоится или не состоится, о создании так называемой параллельной НАТО, параллельной структуре НАТО. Он планировал туда во главе с Великобританией, с восточноевропейскими странами, Украиной, Польшей, Чехией, Словакией и прочими государствами. Что теперь будет с этой идеей? Эта идея, если это будет новым лидером станет Ли Страсс, нынешний министр иностран-гелл, или министр обороны Бен Уоллес, эта идея получит второе дыхание об остальных кандидатах или претендентах на этот пост, я просто не знаю. Юрий, вопрос несколько, может быть, необычный, вам покажется. Многие говорили, точнее даже опираясь на слова экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который, когда вообще началась война в Украине, он заявил, что был бы я президентом, этой войны бы не было. И когда он был президентом, действительно, они с Борисом Джонсом выступали таким тандемом. В общем, два таких довольно экстравагантных лидера. Оба рыжие, оба лохматые, и оба, ну, давайте же так, скажем, безбашенные, я так мягко выражаю. То есть, как вы думаете, если бы остался Трамп, первое, была бы война, второе, ушел бы Джонсон? Хм, интересный вопрос. Была бы война? Я думаю, была бы. Ушел бы Джонсон? Нет, не ушел бы. Но, вы знаете, это всегда легко предполагать и думать. Многие факторы могли бы повлиять на эту ситуацию. Что касается Трампа, вы знаете, очень трудно, это как в истории с предотвращениями изнасилования уговорами. Я не думаю, что Трампу удалось бы уговорить российского лидера не вторгаться в Украину. Это наивно предполагать. Может быть, у него были какие-то иные рычаги воздействия. Я не знаю. Всегда есть какие-то закулисные рычаги, которые могли бы повлиять на ту или иную ситуацию. Но нам с вами не дано, не дано знать. Может быть, когда-нибудь это раскроется. Спасибо большое. Спасибо большое, Юрий. Я хочу пожелать Великобритании, как там у вас было принято говорить, король умер, да здравствует король. Премьер-министр, слава богу, не умер, но да здравствует новый премьер-министр. Хороший, плохой, но потрясающая сила демократии. Конечно, вы сравнили это с убийством Гая и Юрия Цезаря. Но, тем не менее, даже нам, израильтянам, выглядит это все равно несколько необычно, несколько странно. Наш бывший премьер-министр Бениамин Атаниягу, на котором висит аж три уголовных дела, который сейчас защищает себя в суде, он совершенно, так сказать, откровенно пытается, собирается баллотироваться на новый срок, на грядущих выборах, которые состоятся в Израиле. И как бы никому в голову не приходит сказать ему, слушай, у тебя три уголовных дела, уходи. Тут люди за одну десятую того, что ты, так сказать, что тебе интервьюируешь, уходят сразу же, то есть просто вот не глядя. А тут, ну, да здравствует британская демократия. Вы знаете, напоследок просто скажу, что Борис и Биби – это друзья, они дружат. И, может быть, когда-нибудь в ближайшие дни кто-то из них скажет друг другу в телефонном разговоре, Борис, ты не прав или Биби, ты не прав. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Юрий, что нашли время побеседовать с нами. Наша программа подходит к концу. Мы беседовали с Юрием Голигорским, журналистом из Лондона, вел программу Александр Гурарье. Всего доброго.